Продолжая историю о муже, в многочисленных интервью, где ему задавали вопросы, что вы думаете о том, что ваша жена, он сказал, я его цитирую по памяти, бытовой секс неизмена. Это было или нет? Я думаю, что он, безусловно, ответил как мужчина. Я, наверное, по меньшей мере буду дурочкой, если в твоей программе я начну исповедоваться и рассказывать, был ли у меня бытовой секс или нет. И даже если я скажу да, это как бы смешно, и даже если я скажу нет, это тоже смешно. Для мужчины есть... Я скажу по-другому. У вас, у мужчин, есть понятие бытового секса, и мы, к сожалению, с этим должны мириться. У женщин бытового секса не бывает. Для того, чтобы вообще... Две секунды умничаю, потом буду говорить на человеческом языке. Я очень люблю татарологию Абдайка про кролика. Ты читала, я, наверное, надеюсь. Ну, скажи гениальная вещь. Все, что с кроликом происходило, происходило как бы на основе того, что для мужчины секс – это бытовая вещь. Для Дженниса это никогда не было бытовой вещью. Никогда. Да. Просто сейчас как бы не совсем правильно, потому что не все зрители знают, о чем мы говорим. Ну, спорный момент. Все равно. Но, тем не менее, там очень четко показана психология мужчины и психология женщины. Для мужчины все может начаться и закончиться в течение пяти минут, пока он не испытал оргазм. Для женщины никогда, если она как бы не специфическая, если там она не нимфоманка, если у нее какое-то там психотропное какое-то оружие на нее, знаешь, навели, или что-то с ней не то в голове, у нее помутнение временное рассудка, или что-то такое. Если она в здравом уме и в светлой памяти, я еще раз повторяю, с полной ответственностью, как женщина, которая когда-то и не была замужем. У женщины так не бывает. Она всегда надеется. А мы просто вам не говорим и вам не показываем. Если вы даже с нами как бы что-то имели, то через эти пять минут, когда вы уже как бы торопливо одеваетесь и куда-то бежите по своим делам, а мы все равно сидим и ждем, а может позвонит. И когда вы не звоните, мы каждый раз черствеем все больше и больше, как бы, и понимаем, что вот такая она жизнь, и такие у вас правила, и мы вынуждены в мужском мире жить по вашим правилам. Но женщины не такие. И я это говорю с полной ответственностью. Просто мы под вашим влиянием вынуждены в этом смысле казаться более толстокожими.